ВОЗ Информация взята из открытых источников. 22 марта 2021 года. Известия. Блумберг узнал о новой версии ВОЗ о происхождении коронавируса. Специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали торговлю животными в Китае возможной причиной появления нового коронавируса. Об этом 21 марта сообщило агентство Блумберг. По его данным, соответствующий доклад будет опубликован на этой неделе. В его основу легли выводы экспертов ВОЗ, посетивших в январе и феврале китайский город Ухань, ставший эпицентром распространения коронавируса. В документе представят выводы, которые не станут окончательными. Согласно версии сотрудников ВОЗ, новый коронавирус может быть схож по происхождению с вирусом, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром, торс. Как отмечает газета RU, его носителями были летучие мыши. К людям он перешел через гималайских цвет. Всего же эксперты ВОЗ разработали четыре основных гипотезы возможного происхождения коронавируса SARS-CoV-2. При этом они сочли, что прямое попадание вируса от летучих мышей на рынок морепродуктов в Ухане маловероятно, так как существовал промежуточный переносчик вируса. Также исследователи сомневаются в искусственном происхождении коронавируса и его утечке из лаборатории. Существует также гипотеза, которую разделяет КНР о передаче вируса через зараженную пищу. Однако наиболее вероятной причиной начала пандемии названа торговля дикими животными на рынке морепродуктов Хуанань в Ухане. По словам микробиолога из Сиднея, входившего в состав группы экспертов ВОЗ Доминика Дуайера, возможно, вирус был занесен через зараженное животное, которое продавали на рынке. Ключевой вывод на данном этапе работы, которая, конечно, еще не завершена, состоит в том, что тот же путь, каким возник торс, существовал и для нового коронавируса, отметил британский зоолог Питер Досзака. На прошлой неделе в ВОЗ сочли маловероятную версию происхождения коронавирусной инфекции в лаборатории. Экспертная группа ВОЗ, отправленная в Ухань, выдвинула четыре версии попадания инфекции к человеку. По мнению вирусологов, это могло произойти от животного, промежуточного звена, замороженных продуктов, а также из-за утечки в лаборатории. Специалисты ВОЗ прибыли в китайский город Ухань 14 января, провели на карантине две недели. В это время они проводили консультации с китайскими специалистами по видеосвязи. 31 января группа специалистов ВОЗ посетила рынок в Ухане. 7 февраля специалисты заявили о первых результатах работы, отметив, что нашли на рынке важные подсказки, которые помогут в проведении дальнейшего расследования.